Всем привет! Вы смотрите новости на геймшоу. Меня зовут Мирослава и вас ждут главные события игровой индустрии. Юбисофт начала выкупать свои акции. Компания спасается от Вивенди. Вышла третья Forza Horizon на компьютерах и Xbox One. Пираты Allod Online готовятся к открытой бете, а журналистов в честь релиза FIFA 17 позвали на презентацию в Москве. Эти и другие новости в нашем выпуске. Юбисофт начала выкупать собственные акции, чтобы избежать захвата Вивенди. Компания приобрела их у банка Pifrance всего 3,5 миллиона. Это чуть больше 3% от общей доли. Студия заплатила за каждую по 33 евро и всего 137 миллионов. Сделка будет завершена к началу ноября. Глава Юбисофт поблагодарил банк за поддержку. Ранее Евгеймо сообщал, что Вивенди настойчиво и молчаливо выкупает доли компании, уже завладев геймлофтом, студией которой также владеет его семья. По словам Геймо, если Вивенди удастся получить контроль над Юбисофт, это убьет в ней все творческое начало. По последним данным, концерн завладел 20% акций и намерен приобрести еще больше. Состоялся релиз 3 Forza Horizon. Игроки отправляются в Австралию. В игре больше трех сотен лучших автомобилей мира. Тонкая настройка всего, вплоть до выбора персонажа и возможность как нанимать, так и увольнять друзей. Последняя благодаря новой функции. Она называется Blueprint или в переводе чертеж. Так можно создавать свой геймплей. Настройки машин распространяются даже на звуки горной и создание собственных музыкальных станций. Кроме онлайн-гонки на дюжину человек, добавили кооперативный режим для четырех игроков. Принимать участие в соревнованиях и проходить кампанию можно вместе с друзьями. Forza Horizon 3 попадает под правило Play-NV. Покупая симулятор на Xbox One, игроки получают его бесплатно на 10-й Windows. Прогресс общий. Анонсировали Sun Dead. Это игра от разработчиков Yotu на студии Thunder Lotus. Они, говорят, научились на своих ошибках и добавили больше сложных механик. Решения, которые принимают игроки, стали значимей, а вселенная приобрела атмосферу творчества Лавкрафта. История о Бэше. Герой оказался в ловушке. Он пытается выбраться из пещеры, сражаясь с огромными боссами. А они черпают силу из оскверненных реликвий. Подземелье постоянно меняется, а персонаж мечется между человечностью и безумием. Игра выйдет на компьютерах и четвертый PlayStation в 2017. Пираты Allod Online готовятся к открытой бете. Точную дату пока не называют, но разработчики остались довольны закрытым тестированием. Оно завершилось накануне. Начали продавать наборы раннего доступа. Они запустят своих владельцев на серверы на пару дней раньше старта беты. В наборе также ресурсы и местная валюта, визуальные эффекты и титул на форуме. За расширенное издание игроки получат тяжелый корабль второго класса. Галеон под названием «Мститель». Максимальная позволит полетать на крейсере «Перехватчик». Оба судна зарабатывают на четверть больше опыта и золота, которые можно вкладывать в другие корабли. На кикстартере появилась театральная игра с декорациями и сценой. Она называется «Бэкдроп». История начинается очень знакома. Давным-давно молодой принц и принцесса собрались пожениться. Но прямо у алтаря невесту похитили демоны, хозяин которых – злой правитель соседних земель. Теперь юноше предстоит сыграть свою роль, вернуть возлюбленную и спасти себя от судьбы, которую ему приготовили боги. Эмоции в игре по-настоящему имеют значение. Чем больше драмы, тем больше урон. Здесь слова – тоже оружие. Но ими не ограничились. Пообещали классический бой на мечах. На создание «Бэкдроп» попросили почти 200 тысяч евро. Вышла FIFA 17. Цифровая версия весит около 40 гигабайт. И если хочется поиграть поскорее, то лучше начать скачивать прямо сейчас. Скорость загрузки зависит от региона. В новой FIFA разработчики поменяли движок, сделали на фростбайт. По их словам, он обеспечил правдоподобность геймплея, переработали физическую модель. Футболисты теперь по-новому взаимодействуют во всех частях поля. Появились новые возможности для атаки, добавили сюжетный режим. Впервые в серии можно сделать карьеру в роли восходящей звезды Алекса Хантера. Журналистов накануне релиза новой FIFA пригласили на презентацию на настоящую футбольную площадку в Москве. На месте можно было оценить и новую версию игры, и старые части серии. Как правильно гонять мяч и главный с кем – в нашем репортаже. Современные реалии таковы. Можно пройти настоящий футбольный квест здесь на поле, а можно прилечь на мягкий пуп перед полем виртуальным и сыграть с настоящим футболистом клуба «Локомотив» Москва. Такое разнообразие вас может ждать только на презентации FIFA 17. И от того и от другого процесса никто не смог удержаться. Даже Тони Уоткинс решил задать всем жару и показал, в какой форме должен быть настоящий генеральный директор Electronic Arts Russia. Он, в принципе, любит футбол. А вот реальный он будет или виртуальный – вопрос возраста. Когда я был молодым, мне нравился настоящий футбол. Я много играл в университете, но сейчас я парень в возрасте, и мне проще играть в FIFA 17. Так что для молодых дело в балансе. Вам нужно играть и в настоящий футбол, и в FIFA 17. Но вот такие парни, как я, лучше в FIFA 17. Это лучше только в FIFA 17. Ребята, скажите, пожалуйста, как вам впечатление от игры? Отлично! Мы обожаем ее. Посмотрите, как мы сосредоточены. Он тренировался 100 часов, поэтому он так говорит. На мероприятие также заглянул рэп-исполнитель СТ и певица Марта Кот. Они записали специальный трек для игры под названием «Вера и надежда». Я просто вышел на них с этим предложением того, чтобы песня попала. Мы пробовали различные треки, и просто я хотел это сделать, и сделал это благодаря им. В какой игре я хотел бы оказаться? Вот я думаю. Есть пару вариантов. Ну, а наших футболистов из локомотива скорее можно было застать за приставкой, нежели на поле. Не футболом единым, как говорится. Ну, сыграл два раза, выиграл. Может быть, оппоненты слабые были, ребята из дубля. Но мне понравилось. Вообще, ну, если и спортивных брать, то могу их еще в хоккей поиграть. На сборах, например, с ребятами очень часто играем. Но так больше предпочитаю стрелялки. И Counter-Strike, например, Call of Duty, что-то вроде типа такого. Глядя на все происходящее вокруг, понимаешь, что FIFA 17 ни на сколько не уступает своему реальному собрату, ежегодно продолжая вести за собой толпы поклонников. И этот год не исключение. Специально для гейм-шоу. Вы смотрели новости на гейм-шоу. Каждый день мы выбираем главные события игровой индустрии. На этом у меня все. Пока. Субтитры подогнал «Симон»